Киев Киевлине любили Бориса и Глеба больше, чем они любили Святополка. Но Святополк очень хотел быть царем, и когда его отец умер, он пошел на Киев и захватил трон. Когда Борис вернулся с армии в Киев, он узнал, что его отец умер. Борис плакал, потому что он очень любил своего отца. В этот момент его воины говорили ему, «Вот трон твоего отца, твой трон, это твое право. Иди в Киев и займи место твоего отца». Но Борис сказал, «Я не хочу вредить моему брату Святополку. Раз уж мой отец умер, Святополк теперь будет моим отцом». Услышав это, войска ушли, а Борис вернулся к своему шатру. Но Святополк был недоволен. Он не мог успокоиться, пока его братья жили. Так что он собрался убить Бориса так же, как Айн хотел убить своего брата. И так, ночью тайно, придя к своим воинам, он спросил у них, «Преданы ли вы мне?» Они ответили «Да». Тогда он сказал, «Идите и убейте моего брата Бориса». Войны пошли исполнить вольную Святополка. Но Борис уже услышал от посланника, что воины придут убить его. Однако он не убежал. Он просил Бога спасти ему жизнь. Но потом он сказал, «Как Иисус Христос пришел на землю, чтобы страдать за наши грехи, и сам дал себе быть убитым на кресте, так и я готов принять страдание и смерть ради Христа. Пожалуйста, проси моего брата Святополка, ибо он не враг мой, а брат мой». Помолившись, Борис лег в свою постель. Как дикие звери воины Святополка напали на него, так умер Борис и стал царем на небесах. Но Святополк еще был недоволен. Он думал, «Вот убил я Бориса, как бы убить Глеба?» Тогда Святополк послал посланника Глебу, говоря, «Приезжай сюда в Киев, твой отец сильно болеет и зовет тебя». Глеб немедленно отправился на корабле в Киев, но скоро дошла до Глеба весть, «Не ходи в Киев, твой отец умер, и Святополк убил твоего брата Бориса». Когда Глеб услышал это, он горько заплакал. Он плакал за своего отца и брата, говоря, «О, мой брат, зачем я остался один? Где твое ангельское лицо? Где твой тихий голос? Где твои мудрые слова?» «Помолись за меня, брат, чтобы я мог, как ты, смиренно принять смерть, как мученик. Лучше умереть и жить с тобой, чем жить с обманом в этом мире». В тот час воины Святополка пришли и взяли Глеба, и убили его, как невинного ангца. И так Глеб тоже отошел к Богу и своему брату Борису, и как его брат стал царем на небесах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова